Краски AcrylArt это высококачественные полуглянцевые акриловые краски, созданные специально для живописи. Густая консистенция красок AcrylArt позволяет писать в пастозной технике без дополнительных добавок. Высокий рельеф не проседает после высыхания, однако разбавляя краску водой можно добиваться практически акварельных лессировочных эффектов. Краски представлены в широкой классической палитре из 60 цветов и выпускаются в различных упаковках. В первую очередь это банки 20 и 100 мл со свободным горлом, удобным для работы мастихином или кистью больших размеров. Также существует традиционная упаковка – металлическая туба 45 мл, которая обеспечивает сохранность краски свыше 4 лет, а также набор из 12 цветов в тубах по 20 мл. Для получения новых оттенков и варьирования насыщенности можно смешивать краски между собой, разбавляя их до нужной консистенции специальным разбавителем, водой или акриловым лаком. Для увеличения времени работы с акриловой краской используют замедлитель высыхания или сбрызгивают палитру водой. После высыхания краски акрил-арт сохраняют рельефность и текстуру мазков, но немного теряют в глянце. Вернуть насыщенность и блеск работе можно с помощью глянцевого лака и, напротив, приглушить оттенки поможет матовый лак. Благодаря тому, что после высыхания краски акрил-арт водостойки и обладают хорошей сопротивляемостью к механическим воздействиям, их используют не только для живописи, но и для всех видов декоративно-прикладных работ. Для удобства окрашивания больших поверхностей акрил-арт обычно разбавляется водой. Наносится краска синтетической кистью или поролоновым спонжем. Высокая насыщенность пигментами позволяет разводить краски акрил-арт без значительных потерь в цвете, а также использовать ее в качестве колера. Краску акрил-арт применяют во всех декоративных техниках, декупаже, многослойном окрашивании, флюид-арте и других. Разбавленную акриловую краску можно применять для лессировок, имитации акварельной живописи или патинирования поверхностей. Однако в первую очередь акрил-арт это живописные акриловые краски. Они разрабатывались специально для художников и широко используются по аналогии с масляными красками, а также как подмалевок в масляной живописи. Густая консистенция позволяет работать жесткой кистью и мастихином. Холст подготавливается также, как и для работы маслом. Сперва наносится проклейка, а затем после ее высыхания акриловый грунт таил. Проклейка наносится на сухой чистый холст и после полного высыхания можно приступить к грунтованию. Акриловый грунт наносится валиком или кистью. Работать по загрунтованному холсту можно через два дня после нанесения завершающего слоя. В декоре предметов интерьера предварительная грунтовка не обязательно, так как краски обладают замечательной сцепляемостью с самыми разными поверхностями от стекла или камня до текстиля и кожи. При нанесении на ткань акрил-арт очень гибок и не трескается при сгибании. Акриловые краски акрил-арт отличают насыщенная гамма, чистые цвета и долговечный результат. Акриловые краски Продолжение следует...